Почему общественный транспорт опаздывает? Вопрос, который бобруйчане часто адресуют автобусному парку. На это есть причины. Первое – некоторые маршруты пролегают через ЖД пути. Поезд ждать не будет, а вот машины. Часто приходится общественному транспорту стоять в пробках. Согласовать расписание с железнодорожниками невозможно. На этом список не заканчивается. Это ремонтно-строительные работы на участках дорог, на маршрутах, следование наших транспортных средств. Это увеличение маршрута, естественно, увеличение времени. Это перекресток улицы Рокоссовского и Орженикидзе. Значит, проводится БТС, ремонтные работы своих сетей. Естественно, перекресток перекрыт. На 900 метров увеличился пробег автобусов. Это в основном 18-й, 30-й, 31-й, которые эти участки по улице Роженикидзе проезжают. Перекресток Гагарина и Ульяновской. Сейчас автомобили здесь двигаются по одной полосе. И вновь. Это большие очереди. На этом участке автобусы много времени теряют. Это касается тех, которые следуют через Ульяновскую сторону 7-го микрорайона. Ничего не поделаешь. Ремонт. На 70-м маршруте схожая ситуация. Дорога на шинник узкая и с крутыми поворотами. Главное, чтобы людей довезти нормально. Не пострадали во время движения никто. Ну, лучше опоздать, чем, чтобы случилось что-то. Уже на опоздание не смотришь. Как раз о комфорте пассажиров. В 2020-м парк пополнился новой машиной – МАЗ-203. С недавнего времени к нему добавили еще 10 собратьев. Их можно увидеть на всех городских маршрутах. Автобус – последнее слово техники. Низкопольный. Система принудительного наклона кузова облегчает посадку и высадку. Плюс дает возможность уменьшить время на остановке и увеличить скорость передвижения. В автобусе 28 посадочных мест. Общая вместимость – 150 человек. Внутри комфортно в любую пору года. Есть кондиционер. Салон просторный. Разработчики позаботились и о людях с ограниченными возможностями. Для них специальная площадка. Всего в парке 147 автобусов. Помимо новых моделей, основной – это МАЗ-103. Ходит и гармошка. 105-я модель. 256-я и 241-я работают в пригороде. У них меньшая вместительность. Есть и микроавтобусы. В коллективе больше 400 человек. Из них 150 – это водители. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.